Предстоящий мундиаль в фокусе не только властей, футболистов и болельщиков, но и фотографов. На седьмой выставке фотоконкурса «Самарский взгляд» именно зал спорта стал одним из самых больших. Полина Дрожжина пять лет стремилась попасть на конкурс и вот заслуженная победа. Фотография, взявшая премию, сделана на тренировке младшего брата. Это действительно фотография авторитет, когда нужно показать усилу и говорят, ребята, давайте старайтесь выше, быстрее, сильнее. Я добилась, я прошла на выставку, мне кажется, я сейчас в шоке, еще и третье место, надо притесся немножко. Фотография черно-белая и это плюс, отмечает профессиональное жюри. В монохромной гамме лучше чувствуется характер героев, настроение событий. Больше позволяет дать отстраненность от цвета и дать глубину образа. У «Самарского взгляда» уровень уже международный. Фотоснимки прислали авторы из 21 региона России, Израиля и Казахстана. Выбирать лучшие пришлось из двух сотен работ. Одна из целей конкурса, организованного Самарским отделением Союза журналистов и администрации города, повысить профессионализм фотографов. И здесь успех. Действительно, профессиональный уровень фотохудожников, он намного вырос. Я имею в виду в данном случае самарских. Из 36 победителей, все-таки 21 – это наши. Победителей награждали в семи номинациях. Два главных приза все же уехали из Самары в Москву и Калугу. И хотя обладатели гран-при не смогли приехать на церемонию, без оваций из Самары не остались. В своих работах фотографы признавались в любви к родной Самаре и к стране. Еще один главный приз получила серия невероятно сильных по духу фотографий. Участники акции «Бессмертный полк». Самарский взгляд невероятно эмоционален. Каждая фотография несет свое особое настроение. И даже событийная серия «Открытие Ледового дворца «Кристалл»» не выглядит репортажным. В ней своя эмоция, настроение побед. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.